Всем привет! Сегодня я буду слушать вторую часть Версуса Оксимирон с ССТ. По вашей просьбе дослушаю до конца. Но в связи с тем, что есть всякие технические трудности и нельзя сразу загрузить... Вернее, всё можно, но долго и сложно. Поэтому слушаю частями. Итак, второй раунд Оксимирона и ССТ. Хочу сказать, что первый раунд мне понравился всем. И текстом, и атмосферой, и в общем, понравился. Второй раунд, Оксимирон, поехали. Окей. Есть персонажи. Злой ботаник, то, что ты говорила. Добрый альфа-самец. И в этом плане этот баттл уникальный замес. А есть реальность. Где ты, карлик, что на Альпы залез и очень хочет великаном быть. Ну, хочется быть. Но сначала припомним наш с тобой творческий путь. Это ответ твоему предыдущему купе. Это показ. Саня вырос в центре Москвы. С кучей парняк. Я с девяти лет кочевал по Европе, как ебучий сорняк. Жизнь учила, как учить дворняк. Я не знал языка. Я всегда был чужим. Саня был из везучих орлят. Ведь он рос на кутузе, как рыба в воде. Вышел ростом, все благоволят. Я тащил в одиночестве сраный портфель после школы семь классов подряд. Но зато я усвоил урок. Полагаться всегда на себя. Никогда не пытаться понравиться тем, кто сперва презирали тебя. Не бежать за ебаной толпой. Не спешить становиться вторым, третьим, пятым, десятым. Что главное свой. Не пытаться быть частью игры. Саня тоже усвоил урок. Ну так все, знаете, и мысли умные. Не надо искать уникальный дорог. Нужно лишь по течению путь. Нужно просто со всеми дружить. Делать все то, что желает народ. Рэп для души. Трэп для машин. Завтра другое, сегодня одно. Я поднимался не просто с низов. Я начинал много ниже нуля. 2008. Помните мой трек среди МП3 Шигулялта 008? Помню памятную дату, мы вас разносим. Будто в цирке сахарную вату. Я бы не слушал. Русский рэп загнется, как усы Дали. Я женись на твоей маме, чтоб тебя усы набить. Вот это называется «Знаю тексты». Окей. Это первый трек. 8 лет назад такое было строго табу. Все носили трубы, все труб косили строго по дву. А я на тот момент 15 лет в России не жил. Вы скажите, был у меня шанс в русрэпе скинуть режим? Ну я же скинул. Скинул. А что скинул ты? Максимум вес, когда бежал боец, что примут менты. Ведь ты курил, читал ну с каждым именитым МС. То, что ты говорил. Не важно, с центром или Тимати, элитой Руси. Первый тебя нашел Серега. Черный бумер. King Ring. Подписал тебя на лейбл. Думал, будет Dream Team. Но... Ты продолжай. Все хорошо, ты молодец. Первым тебя нашел Серега. Черный бумер. King Ring. Подписал тебя на лейбл. Думал, будет Dream Team. Но ты, срубив пиар, тут же свалил на Flatline. Это было так давно. Некому может подтвердить, знает. Забивись, все нормально. Перебись. Занервничался. Ты так хотел со всеми дружить и бросил конфликтный вейбл, чтоб мог со всеми дружить. Но, погоди-ка, с Flatline ты ведь тоже ушел в универсал, горе, но оттуда Blackstar нашел. Блядь, твой хребет желе. СТ сломанный текстовый делитель, потому что в тебе стержня нет. Чувак ты не, чувак ты не. Постоянен, будто лужа в песке. Ведь если ты дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем. И ты не делаешь трэп, ты преследуешь тренды. Цепляешься за мемы, хэштеги и бренды. Мэн, ты всегда портишь рэпом биты. В Москве давно есть картавый талант, и это не ты. Такие, знаете, достаточно умные фразы у Оксимирона. И видно, что он их, это, пережил. Ну, не просто так, вот он говорит, а осмысленно. Текст у него имеет много смысла порой. И это не ты. А кто же ты? Приспособленец, конъюнктурщик. В русс-рэпе существуешь только как ведущий. Ты тама-тамада любой каприз за прайс. Вся твоя карьера бесконечный. Битс и вайпс. Это нечестный фатум. Ну, почему ты сюда вызвал? Ты же ведущий. Тебе нужно бетлить ресторатора. Трусторик. Если ты такой крутой, в себе уверенный чел, скажи мне, почему ты до сих пор в плане карьеры ни с чем? Нет, ты не думай. Я знаю, что ты не Дуня. Но это ли была твоя мечта собирать столь малые клубы, учитывая, как ты пытался нравиться людям и соблюдать конъюнктуру? Гонорар и залупа. Но знаешь, в меня раньше не верил никто. Вообще никто. То есть буквально. Будто в деда пихтол. Но я шел против течения прямо в ад-аворот. Заносил он на поворотах, делал наоборот. И за долгие восемь лет без ориентира я всего раз ушел из коллектива, вы сами знаете стимул. Я годы напролет шел вперед, и вот мой черед. Раньше ныли не прокатит, теперь что скоро пройдет. Ну, похуй. Не цепляйся за, пытайся сам. Я мотивирую тебя. Где твои яйца, Сань? Где ты, Альфа? Ты попутчик. Не как кущий. Ерундовый. Я не прав. Ты не ведущий. Я ведущий. Ты ведомый. Есть персонажи. Немножко высокомерно, но хорошо написано, поэтому прощается. А есть реальность. Где ты, тряпка. В хоре стадных овец. А я как хоббит. Фродо Бэггинс из романа колец. Я дойду до цели, хотя я нихуя не храбрец. Версус. Немножко высокомерия у Оксимирона, вот мне иногда не очень нравится. Но смысла столько вот такого, знаете, полезного для всех. Если взять за основу судьбу и то, о чем он говорит, как он добивался, то многому, для примера, многим для примера это полезно. У Чуковского это было. Таракан. Таракан. Таракашечка. Жидконогая козявочка-букашечка. И не стыдно вам. Не обидно вам. Ладно, теперь вам. Окей. Садитесь поудобнее и запаситесь попкорном. Тут снова кордавый парень из подтанцовки Дорна. Располагайте зад комфортно, возле экрана. Тут батл разговорной формы, мачо и ботана. Ну здравствуй, Яна. А что с миной? Что за грустные смайли? Твоя Монтана Хана доросла до Сару смайли. Ты наскандалил и наплодил в сети сотни мемов. Ты перерос Диснея, и тебе захотелось членов. Излишняя забота и внимание. Вот так оксироз. И воздержание, воздержание. Сперматоксикоз. Во время обрезания Равин чихнул. Вот это трэш. И ты запомнил с того дня. Семь раз отмерь, один отрежь. Ты вечный жид? Я про тебя что-то такое слышал? Какой ты вечный жид? Вечный жид это Крупин, Миша? Ты называл, кидал и Лёву, что-то на сцене там пыхтя. Дурень, Лёва убрал бы тебя просто с одного локтя. Ты целый раунд посвятил тому, что я Калтавый, но отдал за долги Ховану. И одержал победу комик справа. Комик, Карл. Я наблюдал и думал, вот урод. И шутки разом вычеркнул тебе, что про гор-город. Вы вообще понимаете, мир тронулся из... Бедный Хованский. А он ни на кого не обижается. Сидит с своим пивом и счастлив. Сонграйтер, любой, будь он по жизни своей, хоть последний аутсайдер, я хочу поговорить, обратиться к твоим фанам. Поговорить как Сара с Мойшей. Если между ним и Хованом разницы нет, то зачем-таки платить больше? Вот сейчас... Вот у Оксимирона, у него такой-то смысл жизни, и он всё время, значит, это вот пытается рассказать и донести какую-то такую мысль глубокую. А у Эсте, у него такое очень много подтекста, и это тоже интересно, вот как бы даже, мне кажется, Эсте в этом плане интереснее преподносит текст. Тем более, к своим фанатам ты ведёшь себя по-хамски. Стойте! Стойте! Стой. А что, если не Юрий пишешь ты, а тебе, Хованский? Чё? Так это сразу объясняет, почему он в судьях. Он тёмная лошадка тут, тайное орудие, Версуса серый кардинал за пивчик тут и хавчик. Что ж, если это так, то я тебя хвалю. Красавчик! Твой батл с Джонни Боем. Тут не надо иметь семь пядей во лбу. Сколько там просмотров, кто им знает? 21 лям. 21 лям! Да Джонни сделал из тебя звезду! Вот молодец! Я ему-то стал такой известный батлер в тусе, так что считай, что Джонни Бой отныне твой продюсер. Хоть Окси Пусси мастер внутри батловых дискуссий, но все в курсе, сколько раз ни батла Окси Пусси трусил. И при этом сучка умудрялась оставаться в плюсе. Думал, ты на кухне Кайзер? Максимум в занусе. Настолько мущий швайной с непонятной штрассы. Ты как веган в самолёте. Ни рыба, ни мясо. Я не увенчанный венком, пусть путь мой и тернистый. Тех, кто не верил в мой успех тут, зову атеисты. Мирон большой стал. Дома все перевернул? Игрушки. Такой большой, что папа разрешил набить татушки. У него лейбл. Империя. И он шальной императрица в нём. В объятиях юных кавалеров забывает обо всём. Молодец. Ну, что-то я всё, папа, папа, да. Дело в том, что, ну, мой отец ушёл из семьи. И как бы я ни кичился, но остался осадок. Он сейчас счастлив с новой женой, двумя детьми. И я рад, что у него порядок. Ну, я похож на отца. И от этого страшно порой. Ведь я недавно обзавёлся собственной семьёй. И если раньше все панчи эти летели мимо, сейчас есть пята Ахиллесова, я стал уязвимым. Пуле непробиваемый. До года два в шкафу пылится мой бронежилет. Я по утрам встаю и делаю кофе жене. И уже нет в живых многих товарищей. Они ушли рано. Кто-то в отбойне, кто-то в бойне, кто-то от баяна. А я всё вечно молодой и пьяный, с растущими к макушке залысинами. Должен стоять и тут с тобой, шёголь, меряться писями, пока вы диссели рэп русский там по заграницам. Все от милиции до случайных гостей столицы. Скинхедов, панков, металистов, байкеров и рокеров. Готовы были навалять тут за штаны широкие. Пока в Германии ты в спальне нюхал попу пса. Вся твоя жизнь была черкаш. Коричневая полоса. Он как-то провозил в трусах чёрный юмор. Плюсуйте, кто поймёт. Знаете, как называют афроамериканцев, которые провозят через границу кокос в анусе? Баунти! Так вот ты баунти наоборот. Вот мне единственное, не нравится, когда вот это вот оскорбление пошли. Мне не очень нравится. Пришёл. Спасибо. Сорвать аплодисментов. А я не батловый МС. И тут я не за призом. Я не тебе. Я сам себе, по сути, бросил вызов. Ко всей этой истории я отношусь серьёзно слишком. Я жил той жизнью, о которой ты читал лишь книжках. Случайно выживший мальчишка я с улиц столицы. Фото моих друзей – это история хип-хопа в лицах. Твоя история не более чем оплеуха. Но на батл вызвать шока тебе не хватило духа. Ты трус. В тебе нет батла. Ты холостой патрон. Я же из раза в раз, как и сейчас, тут ставлю всё на кон. Это не мой город. Не мой бар. И я вернусь отсюда на щите, либо со щитом. Проще говоря, моя игра. Моя игра. Моя игра. Моя игра на поле чужом. И я не называл имён. Мирон, но ты мой вызов принял. Эй, ты так самовлюблён, что для меня по-прежнему ноунейм. У меня в детстве были мышки. Немножко, да, самовлюблён, я согласен. Девочка и мальчик. Они нас ругали потомство. Но капец начался дальше. Вначале самка извела самца. А тот был тот ещё крепыш. А после сожрала детей. Так вот, Мирон, ты мышь. Ты ссышь на пасть и разуваешь пасть только в защите. И это ваш земель, а петербургцы? Да он же полупитер. Твои сомнительные регалии, все и трофеи. На словах ты лев толстой, а на деле похудее. Ты карусель, куда все сели, но испанский стыд. Так сильно раскрутили карусель, что от тебя тошнит. Ты сам собой по горло сыт, и тут не до сатиры. Художник должен быть голодным, твой бесится с жиру. Я объясню сейчас, и всё станет совсем понятно. Ты отсюда вылез, я вернул тебя сюда-обратно. Я для тебя, наш зритель, с небес на землю опустил звезду. Я говорил, что я пошёл в отца. Мирон, пошёл в пизду. Интересненько, своеобразненько, будем слушать дальше.